Я приготовила еду по твоему рецепту, мама Личи, и оставила немного для тебя. Мне пришлось спрятать это от Ринальды, иначе ничего не осталось бы. Ой, спасибо, что ты. Попробуй и скажи, вкусно или нет. Слава Богу, с Селли и ребенком, которого она ждет, все в порядке. Я очень рада. Представляю, как они с Орландо напугались. И я тоже. Как я переживала. Я люблю Селию как родную дочку, у всех вас тоже, но я не самая опытная мать. Донни Ильич, это не так. Когда мы с Патрисией еще не были подругами, я мало знала о вашей семье, я считала, что все они ваши дети. Просто иногда мне становится страшно. Я думаю, как бы Ринальда не нажил себе неприятности, а вдруг и Леонида слишком мало занимается. Ведь если у них приключится беда, все скажут это потому, что мать у них не родная. И не думай об этом, мама Личи. У нас все в порядке. Да, сложности, конечно. Конечно, есть. Но в общем и целом нам не на что жаловаться. И по-моему, смело можно сказать, что ты нас отлично воспитала. Ммм, как вкусно у тебя получилось. Мама, ты вроде не рада, что я вернулась. Ах, душа моя, я счастлива очень. Просто я вижу, ты сильно изменилась. В ходе поездки у меня было время, чтобы хорошенько обо всем поразмыслить. И что? Я многое поняла. У меня масса новых планов. Мне необходимо многое сделать. Я больше не хочу жить, как богачка, у которой все есть. Мама, на свете столько горя и нищеты. У меня открылась иная реальность. И мне стало стыдно. Ведь я ничего не умею делать. У тебя нет в этом необходимости. Мама, постарайся понять. Я совсем как тепличное растение. Красивое, но начисто лишенное связи с окружающим миром. Скажи, ты меня понимаешь? Ну, хоть немножко. Да, да, конечно же, понимаю. Ты так и не сказала, что случилось у тебя с Диего? О, не напоминай, я так разозлилась. Да, я заметила. Вчера ты пришла на работу, бледная от злости. Диего прочел то, что написали обо мне в газетах. Всему поверил и повел себя очень нагло. Патрисия, можно задать тебе вопрос? Конечно, мы же подруги. Почему ты как-то сказала, будто не веришь в то, что Сезар Аугусто умер? Мне трудно объяснить. Когда человек умирает у тебя на глазах, ты воспринимаешь его смерть как нечто реальное. А меня не было рядом, когда Сезар Аугусто погиб. И меня преследует ощущение нереальности. Как будто это лишь страшный сон. Мне легче думать, что он жив. Только пропал куда-то. Но это означало бы, что он тебя бросил. Во время поездки я общалась с разными людьми, и мне вспомнилось, как щедро был Сезар Аугусто с окружающими. И в памяти у меня всплыла одна история. Какая история? Насчет Эммы, с которой ты так дружна. Мама, эта женщина опасна? Конечно, поэтому я и поддерживаю с ней хорошие отношения. Я поняла, что она ненавидела меня совсем как Патрисию. Только я этого не замечала. Она эгоистична и хочет, чтобы все происходило только по ее воле. Бедняжка Патрисия. Теперь ей достанется от этой женщины. Ты права. Эмма уже начала делать ей гадости. Она наняла хорошего юриста, чтобы помешать Патрисии получить наследство мужа. Я начинаю проникаться сочувствием к этой девушке. Дочка, ты в своем уме? Патрисия, враг тебе. Она отняла у тебя Сезар Августов. Мама, он влюбился в нее. Теперь я могу с этим смириться. И понимаю, что мой настоящий враг Эмма. Не мучай меня, дед-то. Я ведь не такая уж глупая. Я тоже подумала, что Сезар Август разочаровался во мне. Что он уже не любил меня, когда произошел несчастный случай. Патрисия, как он мог разлюбить тебя за одну ночь? Да так. Я думаю, Сезар Август разочаровался во мне. И поэтому ушел один. Почему он меня не разбудил? Да просто потому, что ему было жалко тебя будить. Нет, одет-то. Причина не в этом. Явно произошло что-то еще. Прости меня. Я только хотела помочь тебе забыть, избавиться от грусти. Нет. Я никогда не смогу забыть. Папа все время спрашивает меня, почему ты выбрал вид спорта, который годится только для богатых? Почему не футбол, в который могут играть все? И я не знаю, что ему ответить. Ну, постарайся объяснить ему, что ты любишь именно теннис. Да, сеньор, но одной любви мало. Мне надо знать, что я буду хорошим теннисистом, а не посредственным. Если ради этого мне придется от многого отказаться и пойти на жертвы. Ты хорошо играешь, я помогу тебе. После участия в чемпионате у тебя появятся спонсоры, ты станешь хорошо зарабатывать. Толстушка, пойди переляк, тебе надо отдохнуть. Орландо, меня выписали из больницы, врач сказал, что мне можно ходить. Нельзя только поднимать тяжелые вещи. Знаешь, Орландо, мы женщины не так уж слабы, как кажется. А тебе пора идти, пора открывать магазин. Да, любимая, я уже иду. Донья Ильича, пусть она хоть немного поест. В больнице она от всего отказывалась. Ты не приготовишь мне куриного бульона? Видишь? Если больной хочет есть, он поправляется. Садись, Валерия, что с тобой? Ты как-то агрессивно настроена, безусловно. Мне не хотелось встречаться с вами и задавать вам вопросы, но придется. В чем дело, Валерия? Кажется, раньше ты обращалась ко мне на ты. Больше не буду, Эмма. Вы умеете красиво говорить, но я всегда подозревала вас в обмане. Я тебя обманывала? Когда? Вы ведь никогда не хотели, чтобы я вышла замуж за вашего сына. К чему говорить об этом сейчас? Сезар Августа уже... Это совсем другой вопрос, Эмма. Ну что ж, зря так остро это воспринимаешь. Мне вообще не хотелось, чтобы мой сын на ком-нибудь женился. Но ведь это ненормально. Рано или поздно Сезар Августа все равно женился бы на мне, на Патрисии или на ком-то еще. О, ради бога, не равняй себя с ней. Ты точно так же попыталась бы отравить мне существование, как отравляешь его сейчас, Патрисии? Возможно. Но ты другое дело. Ты богата, образована. Мне пришлось бы избрать более хитроумный способ. Но я... Но я разрушила и твою бы семейную жизнь. Я слышала, вы стремитесь уничтожить всех, кто нарушает ваши планы. Разве это не естественно? Вы чудовище. Валерия, не забывайся. Я ухожу. Я крайне благодарна вам за этот разговор. Он помог мне очень многое понять. Погоди, погоди, дружок. Тут самое главное умеет сосредоточиться. Следи все время за мечом. Думай только о нем. Это самое главное. А остальное получится само собой. Сконцентрируйся. Адетта, ты пойдешь поесть? Пойду. Я только подожду Патрисию. Тогда, может быть, поедим все вместе? Что скажешь? Не знаю. Можно, если она согласится. Тогда спроси ее. Да. Валерия? Марио, дорогой. Давно приехала? Вчера. Я пришла, потому что хотела с тобой поговорить. Хочешь поговорим за обедом? Да. Пока, Адетте. Я здесь. Хочу пойти поесть.